Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Передо мной сегодня замечательный и блестящий эксперт Светлана Сычева, зубной врач-гигиенист Кировского клинического стоматологического центра, а также руководитель Кировского филиала профессионального общества гигиенистов стоматологических России. Здравствуйте, Светлана Борисовна. Добрый день. Добрый день, да. И сегодня мы будем говорить о визитной карточке здорового человека, о яркой, сиящей улыбке, причём улыбке, не обременённой негативными последствиями, о которых мы как раз сегодня и расскажем. Точнее, расскажем о том, как эти последствия не заработать. Итак, говорим мы сегодня о зубном налёте и, в частности, о зубном камне. Правильно? Да. Итак, давайте разбираться, Светлана Борисовна, откуда появляется налёт? Ну, начнём с того, что образование зубного налёта – это естественный процесс, он непрерывный. Зубной налёт образуется и у детей, и у взрослых в течение всей жизни. И это нормальное явление. Это особенность микрофлоры – полость сердца. На слизистой всегда присутствуют микроорганизмы, и даже после интенсивной чистки часть их остаётся. Зубная эмаль у нас покрыта пеликулой, то есть это определённая мембрана. Мембрана, которая концентрирует на себе, да, собирает? Мембрана, через которую зубы взаимодействуют со слюной и микрофлорой полости рта. После еды в полости рта остаётся большое количество пищевых остатков, которыми питаются бактерии. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности имеют свойство расти, размножаться, увеличивать свои колонии, а также выделяют определённые ферменты, энзимы, которые позволяют прикрепляться бактериям к этой пеликуле, к этой мембране. И таким образом налёт у нас состоит из пеликулы, то есть оболочки, которые покрывают зуб, и микроорганизмов, которые в процессе жизнедеятельности прикрепляются к этой оболочке. И бактерии со временем, если вовремя не убирать налёт, если не чистить зубы вовремя, они размножаются, образуют высокоорганизованную структуру, колонии. И в течение суток, если не убирать налёт, то микробный налёт увеличивается в разы. А можем примерно сказать во сколько раз, чтобы прям напугать слушателей? Раза в три, в четыре. В четыре раза. То есть, допустим, мы позавтракали, после завтрака не почистили уже зубы, и через сутки на следующий завтрак у нас там можно, в принципе, даже и не завтракать, наверное, да я так понимаю? После того, как мы почистили зубы, через 20 минут уже начинает образовываться бактериальная плёнка, то есть микробный налёт. То есть, представьте, через 20 минут после чистки у вас уже начинают образовываться вот эти бактериальные колонии. А через несколько часов мы уже будем иметь вполне себе зрелую бактериальную плёнку. Так, давайте разбираться. Насколько я помню, чистка, чистки рознь. Вы сейчас говорите о той самой идеальной чистке, да, которую учат как раз в клиническом стоматологическом центре, в Кировском, да. Я знаю, там есть у вас зубная щётка, специальная такая героиня, которая ездит по школам, детским садам и учит где-то, как правильно чистить зубы. Да, то есть это пять минут. Давайте такую вот памятку провезём. Пять минут во всех направлениях, там чистим, драем, да, белизные досияния. Ну, по всем направлениям и драем это всё-таки не относится ни к качественному удалению зубного налёта. Тут немножко другие параметры. Во-первых, пять минут – это, пожалуй, что и много, достаточно трёх минут, но не меньше. По поводу всех направлений. К сожалению, если техника чистки неправильная, то мы не только не уберём качественно наш зубной налёт, но мы можем также испортить эмаль зуба. Поэтому движения должны быть правильные при чистке зубов. Только тогда мы сможем качественно убрать налёт и сохранить наши зубы здоровыми. Об этом наверняка могут рассказать врачи-специалисты, да? Да, безусловно. Это их обязанность? Да, да. То есть на приёме мы обязательно рассказываем и показываем технику чистки правильную, рассказываем о том, как правильно ухаживать, как часто нужно чистить зубы, какие дополнительные средства гигиены нужно использовать для того, чтобы сохранить здоровыми наши зубы и наши дёсны. Ну и, конечно, вот вы упомянули о нашем проекте социально-оздоровительном, её величество «Зубная щётка». Конечно, в рамках этой программы мы посещаем и детские сады, и школы, больницы, интернаты. И там также рассказываем нашим детям и нашим родителям на собраниях обязательно о том, как правильно ухаживать за зубами, чтобы сохранить их здоровыми. Да, всё-таки всё прививается в семье, в первую очередь. Разумеется. И все наши уроки гигиены мы обязательно предваряем родительским собраниям, потому что сами понимаете, что если мы что-то не умеем, конечно, мы своего ребёнка не научим делать это правильно. Конечно, вы правы абсолютно. Светлана Борисовна, как чистить? Хорошо, мы разберёмся. Да, мы посмотрим, как это делают специалисты. Они нас научат. Что касается зубной щётки. Сейчас рынок зубных щёток просто огромен. И чуть ли не каждый месяц нам представляют новинку, которая чистит ещё лучше, ещё эффективнее. Там чуть ли не щёточка для чистки языка. Насколько такие инновации эффективны, действительно, на Ваш взгляд? Эффективны. Я думаю, что надо всё-таки прислушиваться к советам специалистов. И стоматология не стоит на месте. Но тут очень важный момент. Это всё-таки вовремя менять щётку. То есть вне зависимости от того, какой фирмы мы берём щётку и насколько она оснащена какими-то дополнительными опциями, обязательно нужно менять зубную щётку раз-два в три месяца. Иначе щетина изнашивается и так тщательно налёт уже убирать не будет. Можно использовать электрические щётки в уходе за полостью рта. Сейчас очень много, хороший очень выбор щёток. И тоже время может немножко даже сократиться, когда мы используем электрическую щётку. Дополнительные средства гигиены, которые Вы упомянули, это в первую очередь, наверное, зубная нить? Зубная нить, безусловно, но помимо зубной нити существует ещё масса дополнительных средств гигиены для ухода за межзубными промежутками, для того, чтобы тщательно и качественно убрать зубной налёт из межзубных пространств. То есть помимо зубной нити или флоссов, это ещё флоссеты, это и ёршики, это ирригаторы. То есть в каждом определённом случае, в зависимости от индивидуального стоматологического статуса, мы назначаем определённое средство для конкретного пациента. А жевательные резинки? Жевательные резинки – очень полезная вещь, но тут надо знать правила использования зубных резинок, жевательных резинок. Во-первых, ни в коем случае нельзя использовать жевательную резинку на голодный желудок. Можно использовать жевательную резинку только если нет возможности почистить зубы. То есть вы пошли куда-то в гости, вы пошли в кафе, вы не можете почистить зубы, тогда мы берём жевательную резинку и, используя 5-10 минут, мы жуём. И, конечно, жевательная резинка должна быть с ксилитом. Это нужно... Почему с ксилитом? Почему? Он защищает наши зубы, укрепляет эмаль. Да, поэтому обращаем внимание теперь. Обращаем внимание, что жевательная резинка содержала ксилит. Да, и если так случается, не знаю уж по какой такой причине, потому что мы вроде всё объяснили, и довольно-таки убедительно, что нужно на самом деле чистить зубы, но так или иначе, придя к стоматологу в очередной раз, приход к стоматологу должен быть не реже раз в полугода, насколько я понимаю. Человеку говорят о том, что вот, товарищ, у вас зубной камень. Что это такое? Как он образовался? Откуда? Почему? Мы, конечно, на приёме объясняем, что такое зубной камень, показываем обязательно, потому что мотивационная составляющая включает в себя вот в том числе и демонстрацию. А зубной камень – это не что иное, как минерализованный, кальцифицированный зубной налёт. То есть если мы на определённой стадии зубной налёт, бактериальную плёнку мы не убрали, то на этот налёт у нас оседают белки, оседают соли кальция, и образуется твёрдый, плотный, минерализованный зубной камень, который мы уже убрать, к сожалению, щёткой в домашних условиях не сможем. Сколько времени на этот требуется, чтобы он образовался? Достаточно трёх суток. Через трое суток мы можем уже из налёта получить зубной камень. Трое суток не чистить зубы, либо трое суток чистить зубы некачественно, и уже на лицо зубной камень, да? Да, если вы где-то оставляете налёт, если вы недостаточно хорошо убрали, то в этих местах локализованно мы можем получить наличие зубного камня. А что дальше с зубом происходит? Дальше, во-первых, камень, когда образуется. А дальше, поскольку камень лежит у нас на десне, он травмирует десну, то есть идёт постоянная хроническая травма десны, а бактерии зубного камня воздействуют на десну, вызывают воспаление, отёк, кровоточивость, пельчистки зубов. Дальше, если камень не убирать, то он проникает под десну и разрушает связку зуба, за счёт которой зуб плотненько держится у нас. А ещё дальше разрушает кость. Вот если разрушится кость, зубу не в чем будет держаться, зуб пойдёт на удаление. То есть можно потерять абсолютно здоровый зуб, даже без пломб, только из-за наличия камня. Довольно-таки серьёзные последствия. Что мы с этим можем сделать? Ну, в первую очередь, конечно, исходя из того, как образуется камень, мы должны обеспечить тщательную гигиену полости рта, качественную, с использованием дополнительных средств гигиены, с использованием правильной техники. Нет, это в домашних условиях, это индивидуальная гигиена. Что касается индивидуальной гигиены. Ну и, разумеется, если у нас уже есть этот камень, то необходимо обратиться к стоматологу или гигиенисту стоматологическому для того, чтобы его убрать. Как этот процесс происходит? Ну, самый эффективный и быстрый способ – это ультразвуковой способ снятия зубных отложений. Но есть определённые противопоказания, при которых мы не можем использовать ультразвук, и мы используем ручной инструментарий. Убираем вручную. Светлана Борисовна, насколько безопасен ультразвук? В каких случаях его применяют, в каких не применяют? Ультразвук безопасен, но есть определённые противопоказания, при которых ультразвук мы не применяем. Они делятся на временные. Например, пациент пришёл с воспалением, с язвами, с эрозией в полость рта. Мы тогда можем отложить наш приём на то время, когда вылечим слизистую полость рта. При гиперчувствительности зубов мы тоже, как правило, используем ручной метод снятия зубных отложений. Возраст до 18 лет преимущественно не используем. То есть если у ребёнка молочные зубки или сменный перекус, ещё не сформированная маль, то ультразвук желательно не использовать и желательно убирать тоже ручным инструментом. Беременность. При наличии беременности мы также не используем. Кроме того, ультразвук может вызвать сбой работы кардиостимуляторов, поэтому при наличии кардиостимулятора мы также исключаем ультразвук из нашей работы. Инфекционные заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулёз, онкологические заболевания, хронический бронхит и астма тоже могут служить противопоказанием к применению ультразвука. О ручном способе расскажите, пожалуйста. Ручной способ подразумевает снятие над- и поддесневого зубного камня определёнными инструментами. Они у нас всегда есть на приёме у парадонтологов, у гигиенистов стоматологических. Но подразумевается лишь, что будет какая-то шлифовка зуба после снятия зубного камня? Обязательно проводится полирование зубов, полирование поверхностей, так как гладкой поверхности налёт, конечно, предстаёт значительно меньше степени. Но когда гладкая поверхность становится после полирования, соответственно, она более чувствительна становится, правда? То есть чем вы ещё закрепляете результат? Там, насколько я знаю, чем-то ещё покрывают зубы. Далеко не всегда после процедуры чистки зубов появляется чувствительность. Но после того, как мы снимаем зубное отложение полируем, мы обязательно покрываем зубы фторлаком для того, чтобы укрепить эмаль. И если действительно возникает чувствительность, то снять её симптомы. И давайте о профилактике поговорим зубного камня. Более подробно. Да, по профилактике в первую очередь это, конечно, качественная гигиена. Я не устаю об этом говорить, потому что это основополагающий момент в профилактике образования зубного камня. Тщательная гигиена, правильная техника зубов, использование дополнительных средств гигиены. Это основное, что должно быть в профилактике. Второй момент. Поскольку известно, что бактерии у нас очень любят мягкие углеводы. То есть как можно меньше использовать в пищевом рационе мучные и сладкие. А простые углеводы? Да, мучное и сладкое. Бактерии это очень любят. Поэтому по возможности насытить свой рацион овощами и фруктами и сократить количество мучного и сладкого, которое мы принимаем. Если у вас есть протезы, если у вас есть ортопедические, ортодонтические конструкции в полости рта, это тоже может служить задержкой налёта на наших зубах, на наших конструкциях. То есть это тоже может привести к такому повышенному образованию и зубного налёта, и зубного камня. Нарушения прикуса также могут привести к такому повышенному образованию камня. Наличие гормональных перестроек во время беременности, в подростковый период, также увеличивает зубной налёт, количество зубного бактериального налёта. Светлана Борисовна, насколько я знаю, что качество даже до мелочей употребляемой воды влияет на отсутствие налёта и на его качество? Да, безусловно. Потому что на скорость образования зубных отложений также влияет вязкость слюны. Если слюна вязкая, то мы рекомендуем в таких случаях использовать как можно больше чистой воды. Да, и как Вы сказали выше, спутником зубного камня зачастую является такая неприятная, но известная всем вещь, как кариес. Что это такое? Почему они так связаны, объединены? Зубной налёт, он действует в двух направлениях. То есть об одном мы уже поговорили, из зубного налёта постепенно образуется зубной камень. С другой стороны, бактерии вот этого зубного налёта и зубного камня в процессе жизнедеятельности выделяют кислоту, которая растворяет эмаль. Растворяется эмаль, образуются кариозные полости. То есть надо понимать, что кариес возникает именно из-за налёта. Из-за налёта. Причиной является микробный налёт или биоплёнка. Поэтому вот это всё очень тесно взаимосвязано. И с тем, что мы говорили, профилактика тоже должна быть в первую очередь. Это правильная, качественная чистка зубов. А кариес насколько тяжёлым может быть? Кариес со временем может привести к потере зуба также. Потому что если мы не лечим кариес на начальной стадии, он даёт осложнение. Зуб лечится, пролечивается, убирается нерв, убирается сосудистый пучок. То есть зуб становится мёртвым, хрупким. И в дальнейшем мы можем его потерять. Насколько я понимаю, кариес может быть страшен людям в абсолютно любом возрасте. Да. То есть с самого раннего возраста важно научиться правильно, самое главное, правильно, эффективно чистить зубы. Да. То есть основная профилактика кариеса – это качественная гигиена, это рациональное питание, как мы уже об этом говорили. Насколько эффективна стоматология в наше время справляется с лечением кариеса? И на каких стадиях? Почему советуют обращаться к стоматологам раз в полгода? Потому что даже если вы не чувствуете кариозную полость, стоматолог на приёме может её найти. И тогда лечение будет безболезненным, лечение будет незатратным. Да, да. То есть кариес желательно лечить на самом начальной минимальной стадии. Тогда мы можем сохранить наши зубы максимально долго здоровыми. Начальная минимальная стадия, о которой вы говорите, насколько быстро она может развиваться? Всё зависит, опять же, от ухода, всё зависит от ваших пищевых предпочтений. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы используем, как мы относимся к своим зубам, как мы относимся к своему здоровью. Светлана Борисовна, насколько мы с вами выяснили, зубы – это очень важная часть нашего организма. На самом деле, и неверный, неправильный уход за ними может повлечь за собой довольно-таки серьёзные последствия, вплоть до лишения зуба. А на минуточку, стоимость замены зубов – это очень недешёвое удовольствие. Я не думаю, что у наших слушателей есть лишние деньги, чтобы потратить на это. Давайте, поэтому я предлагаю сейчас поступить таким образом, чтобы вы нам сейчас здесь, на радиостанциях Москвы, привели такой мастер-класс, аудио-мастер-класс, как правильно заботиться о своих зубках, о полости рта. Да. Ну, начнём мы, пожалуй, с того, что чистить зубы надо обязательно два раза в день минимум. Можно чистить три раза в день, но меньше двух раз в день чистить ни в коем случае нельзя. Обязательно давайте упомянем, почему нельзя чистить зубы слишком часто. Если мы будем чистить зубы слишком часто, мы можем повредить как эмаль зубов, так и можем нарушить зубодесневое прикрепление, то есть у нас может десна немножко отойти от зуба и образовываться могут клиновидные дефекты, то есть такие некориозные поражения. Поэтому два, два с половиной, три раза, да, это самое то? Два-три раза мы можем чистить зубы, больше, пожалуй, что и не надо. Утром после завтрака и вечером перед сном обязательно. Если есть возможность почистить зубы после обеда, то, конечно, воспользуйтесь этой возможностью и почистите зубы после обеда, уберите пищевые остатки, пищу для нашего бактериального налёта. Вопрос для самых, скажем так, несведущих. Если мы чистим зубы после ужина, перед сном, откуда там возьмутся бактерии? За ночь? Ну, как я уже говорила, что бактерии у нас находятся постоянно в полости рта, это естественная флора полости рта. Если единственное, что мы поедим на ночь, то мы будем кормить эти бактерии, и рост бактериальных колоний будет расти в геометрической прогрессии. Переходим к выбору зубной щётки. Во-первых, щётку нужно менять обязательно раз-два в три месяца, потому что щетина изнашивается, и, кроме того, в зубной щётке, в щетинках прикрепляются бактерии. То есть обязательно раз-два в три месяца щёточку меняем. Нужно ли как-то щётку дополнительно чистить между процедурами? Удалять вот эти вот частички, про которые вы говорили, обрабатывать её чем-то? Нет, достаточно сполоснуть и не хранить зубную щётку щетиной вниз в стаканчике. Как правильно следует чистить зубы? Очень важна техника чистки зубов, потому что неправильными движениями мы можем просто размазывать налёт по зубам, мы его не уберём, и, кроме того, можно вызвать потерю тканей зуба и правильной техникой чистки зубов. Лучше всего при чистке зубов делать выметающие движения. Мы ставим щёточку под углом 45 градусов и делаем выметающие движения. Тут обязательно нужно соблюдать количество движений. Не менее 10 движений таких вот выметающих у нас идёт на сегмент. Тогда мы сможем тщательно прочистить зубы, и не будет каких-то осложнений. И таким образом по всему зубному ряду мы проходим такими выметающими движениями. Точно так же мы чистим внутренние поверхности зубов. Жевательные поверхности мы можем чистить движениями вперёд-назад. И дальше переходим на нижнюю челюсть, и такими же выметающими движениями мы проходим по всему зубному ряду. Заканчиваем чистку зубов круговыми движениями с захватом дёсен. Это обязательно, потому что если мы не захватываем дёсны, то мы не прочистим места излюбленной локализации бактериального налёта, то есть там, где зуб переходит в деснув шейку зуба. Вопрос, который мы сегодня ещё не затронули, это выбор зубной пасты. Как правильно к нему подойти? Во-первых, поскольку у нас очень мало фтора в воде, в 3-4 раза ниже нормы, нам показаны пасты с фтором. Обязательно выбирайте пасты с фтором. К сожалению, сейчас тенденция такова, что очень много рекламируют зубных паст без фтора. Но, учитывая состояние в нашем регионе, всё-таки для того, чтобы сохранить наши зубы здоровыми, используйте обязательно пасты со фтором. Пасты со фтором начинают использоваться для детей с 3-х летнего возраста. До 3-х лет желательно пасты со фтором не использовать, так как дети ещё не умеют достаточно хорошо сплёвывать, могут проглотить. И при проглатывании фтор может в больших количествах вызвать отравление. И, конечно, когда мы выбираем пасты для детей, лучше учитывать возрастные особенности. Потому что для определённого возраста необходимо определённое содержание фтора в пастах и определённый уровень абразивности. Поэтому, конечно, категорически запрещено использовать детям пасты взрослых, так как они могут содержать компоненты, которые детям будут просто вредны. Что касается каких-то ополаскивателей зубов для полости рта, как их использовать следует? Ополаскиватели использовать можно и нужно. Желательно также выбирать со фтором. И не использовать ополаскиватели, содержащие триклозан и хлоргексидин, так как это очень сильные антисептики. И при долгом применении могут вызвать дисбактериоз полости рта. Это была краткая экскурсия, радиоинструкция от зубного врача-гигиениста Кировской клинической стоматологического центра, руководителя Кировского филиала профессионального общества генетистов стоматологических России Светланы Борисовны Сычёвой о том, как же правильно чистить зубы для того, чтобы он не появлялся ни в коем случае не только зубного камня, а минимально появлялся зубной налёт. А лучше не появлялся вообще. Если такое, конечно, невозможно, да, Светлана Борисовна? Спасибо вам большое за такую инструкцию, спасибо вам большое за ваши советы. Обещаем, что будем следить за своими зубами, потому что на самом деле зубы – это наше здоровье, это наше всё. Спасибо, берегите ваши зубы и приходите на приём к стоматологу. Спасибо, да, будьте здоровы.